Всем привет! Ребята, в общем, это новый ролик на моем канале, как вы уже успели заметить, который называется «Было или не было». Снимать мы его будем с очень интересным молодым человеком, которого вы пригласили. С твоим молодым человеком. Просто с молодым человеком, которого зовут Иван. Пара слов о себе, пожалуйста. Я зовут Ваня Петренко, артист, музыкальный продюсер, владелец трех бизнесов по всей Москве. В принципе, успешный человек. И сколько вам лет, успешный человек? Пятнадцать. Браво! Я считаю, на этом мы заканчиваем все пока. Мы с вами, вы даже не снимем видео никогда. Мы вас просили задать вопросы в сторисе у себя в Инстаграм. И сейчас, если не разберетесь на мой телефон, то мы успеем снять это видео. Поставлю сейчас мусло, типа оно на фоне будет играть, потому что, наверное, так это делается. Нет, ты че! Вот так вот, мы будем разговаривать, и только на фоне будет играть. Ты че? Нет? Так не делай, так вот так делайте, вот, в обычный фон. Ваня, ты че. Я реально думаю, что я такой тупой, так же. Нет. Забывал текст песни на сцене. У меня было. Ты че, на сцене выступаешь? Я выступаю на сцене, между своими хитами. Надо вот так, например. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. У тебя в Венера и Питер. Ты Венера, я ее, ты. Серды Москва, я Питер. А как можно в песне, где поется надо вот так, 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 забыть слова? Там бублеты есть. А надо? Сделаем деньги. Я не в этой песне забывала слова. А в какой? Прайсинг. Это мишня песня. О, брата. Мы идем в секретру, просто мы не знаем, когда мы туда приедем. Я же не могу, как бы, всех туда просто пропустить. А меня может быть? Посмотрите, какое оно облачко, вы просто... Целовались? Я никогда не целовалась. Чего? Только в песне «К реальной жизни» с Ваней Дмитриевна. Что нас может сдержать? Ты слишком близко. Уже не могу, я просто мудрю себя. Ребята, не только, но и все, брат, мы с ним целовались сегодня, целовались с ней вчера, позавчера и позавчера мы с ней целовались. Не стыдно? А что, не так? Не так. Не так. Нет. Бросала в отношениях первой. Ты припутала, Саша. Кого ты бросала? Нет, какая тебе разница, кого я бросала? Ну, тебе какая разница, что я показываю? А что, тебя бросили, что ли? Нет, я тебя не бросала, я никого не бросала. Снято. Вы спали с Ваней в одной кровати. Ну, надеюсь, ты поняла, о чем я. Ну, вообще-то было, просто спали с этой кровати. Не важно, с каким Ваней. Да. Нет, бля, я тогда не был. Я уже не знаю, что скажу. Ну, уже все, мы уже выложили все в начале ролика. Было ли такое, от чего сильно билось сердце? Было. От чего? Ну, от тебя очень било сердце. Да? Ну, конечно, когда мы тогда с тобой, там, ну, то самое, то. Записывая жизнь. У меня тоже билось сильное сердце, очень часто у меня сильно бьется. От всего. Но ниже. Целовалась ли ты когда-нибудь? Мы же уже ответили, что нет. Да не ври, Саш, ну ты целовалась. Ну, конечно, целовалась. Ну, это все. А тебе пятна, ты, наверное, даже еще не знаешь, что такое целоваться. Я вообще не знаю, что такое у губы. Тяжелый случай. Были у вас неловкие моменты вдвоем? А, точнее, давайте, давайте, просто не будем рассказывать. Ну, было. Ну, было, да, было. Просто мы рассказывать уже не можем. Мы вам рассказывать не можем. У меня есть такой неловкий момент, я просто, я не знаю, кредит доверия будет слишком огромным, я могу обязательно расскажу. Спасибо. Дверь там, иди отсюда. Сейчас это все на камеру, потом мы просто посохнем, что все в интернету лучше. Я уже вас знаю, блогеров. Нет, ты никогда так не сделаешь. Было ли ощущение того, что ты никому не нужен? Мне тоже, я вся тебе нужна. Я разрываюсь, вич, между людьми. Это уже самовлюбленность, а у меня просто никогда такого не было, потому что... Это просто факт. Нет. Факты. Ну, это просто... Ну, просто девочки 18, понимаете, все, она выросла. Она полетела. Песни в реальной жизни основаны на реальных событиях. Не было. А, было, было, кстати, у нас же много песен в реальной жизни. У тебя какие песен в реальной жизни основаны на реальных событиях? У меня не отгибы, просто. Изменяла ли ты когда-нибудь? Нет. Ну, это вряд ли, конечно. Ну, в принципе, пойдет. Что? Ну, ничего. Что у вас, Саша? В смысле? Было. А что было? Ну, что у вас, Саша, там спрашивают, нужно что-то действовать. Я не знаю, как у тебя, у меня все было с тобой. Подсвящали ли вы друг другу песни? Ну, конец, сюда обманщик. Мальчик, гребаный обманщик. Я тоже посвящал. Ну, как ей песни не посвящать? Ревновали друг друга. Что за вопрос, я не понимаю. Хорошо. Прогуливали школу? Ревновали... Ревновали друг друга? Это что, Саша? Когда ты ревновала? Кому-то, кому. Друг друга ревновали друг друга? Кому ты мне ревновала? Ну, скажи, кому. Скажи. Нет. Скажи, я зафигурую. Нет. Скажи. Да нет. Скажи. Ты Саша. Я не знаю. Ты хочешь и молчишь. Не было повода ревновать. У меня тоже не было. Ревновали, интересно такие видео смотреть? Лучше перейти сейчас на мой канал. У меня такие видосы офигенные, честно. Там ссылка будет точно в описании. Она будет. У меня офигенные видосы. Все в динамике, понимаете? Все весело. Но у Саши видосы еще лучше. Были ли у вас отношения длиной 2-3 дня? У Вани вообще вот бабли на самом деле. Посчитайте девочек, с которыми она встречалась. Это просто миллион. У меня не было такого никогда. Давай, рассказывай. 2-3 дня с кем. Да у меня не было таких отношений. Ты бы сказал, было. Было. Кроме сонит鬼. Не было, правда. Не было таких отношений. А какие были? Нормально у меня были отношения. С кем? Не скажу, с кем. Ну тогда ладно. Не хочешь не говори. Не хочешь и не говори. Был в Таиланде. Я не был уже никогда в Таиланде. Я поэтому спрашиваю. Я была, очень интересно, я была несколько раз. Багатинка? Там очень круто. Да, конечно. Но мне только песня «Венера и Питера» не выстрелила, поэтому мне денег не столько, что у Ваня Петриенко, а он сейчас со своими богатыми. Ты мне вчера подходит и говорит, Вань, погнали на Мальдивы, а в конце апреля на две недели. Хочешь, поехали со мной. Это сейчас ты мне держишь на предложение? Да. А, ты мне же уже говорил про не Мальдивы, а про Бали. Знаешь, на Бали, ну не Мальдивы. А, ну понятно. Ты же мне предложил. Мальдивы, Бали, ты задолбался. Ты же мне уже говорил. Выбежать, пожалуйста. Это не так, правда. Хе-хе-хе. Это что-то с камерой звучит. Да нет, господи. Все понятно. Все понятно. Писали в душе. Конечно. А что такого? Кто не писал в душе, блин? Я был. Я вообще, я везде, мне кажется, писал в этом мире. В бассейне? Я писал в бассейне, писал в море, писал в душе, писал в раковине. Достаточно всего. Писал в кровати, писал на стуле, писал в компьютер. Ты в Моргенстерд? Писал в микрофон. Фу, Ваня. Писал в уши. Нет. Писал. Запишешь совместный трек с Ваней Дмитриенко. Я не знаю, он за мной меня очень не хочет, но он меня так просит с ними записать трек. Я не знаю, кому отказать, он просто очень милый мальчик. Облачко! Подождите! Песничку убери, желание вот тут. Загадывай желание. Давай, загадывай. Что такое? Ну туда посмотри. А вот пятные глазки. Просто друзья, ребята. Мы просто сети снимаем видео. Это просто хайп. Ага. Это просто хайп. Ваня так всех целует. Ты Соху? Да, если что, не обращайте внимания, он так реально целует всех. Даже Андрея? Реально, так и есть. Вот если вы когда-нибудь приезжаете к Ваню Дмитриенко на улице, попросите сфоткаться, он вас просто зацелует. Так, куда? Я телефон потерял где-то. Короче, с Ваней Дмитриенко трек у нас будет. Мы его давно уже будем писать, но что-то мы как-то протелились. Да, Ваня Дмитриенко? Ну, он будет, когда я петь научусь. У нас будет всё. Вань, ну ты понимаешь, это кошмар. Ты знаешь, как получится у нас трек. Да. Поделать, Джон, был трек, блин. Будет, будет у нас трек, будет. Знаешь, что у нас песен хорошая. Врал на камеру? Наверное, было, когда... А, нет, у меня не было такого. Врёшь. Я у меня реально не... Ты только что говорил. Ты сам рассказывал, когда... Как минимум. А, да, да. Просто было. Было. Но это как минимум сценарии, которые мы снимаем скетчи или какие-то песни в реальной жизни. Это не всё правда, что-то мы врём, да. Следующий вопрос. Снились ли вы друг другу? Да, мне снилась Ваня. Может, нет, да, может, да. Александр, представляешь, что мы снились друг другу в одну ночь? Вообще жесть. А тебе что снилось? А я не помню. То же самое, что и мне? Ты мне точно снился, но не помню, в каком контексте. Я помню всё. Ну-ка расскажи. Да, мельчайшие детали. Нравилось два человека одновременно. Первая правда за сегодняшний выпуск, ребята. Где тоже было? Да, конечно. Ну, нет, это не связано с тобой. Ну, меня тоже не связано с тобой. Ты ревочешь. Ты мне вообще не доверишься. Кстати говоря, я... Посмотримся? Нет. Тогда я не буду сюда даже сниматься. Шантажирует. Раз, два. Нет, уже не прокатит. Я вам сейчас покажу отрывочек. Я тебе серьёзно говорю. Мы снимали. Но если у тебя совести нет. Ну, мне для неё всё хватит. Ваня, мне надо рассказать историю. Мы, короче, снимали шоу «Кат». Один выпуск был с Соней Плотниковой. И она позвонила тогда Ване. Мы тогда были даже не знакомы. Это было в июле. Мы снимали. Познакомились с ним. Мы в августе. И просто посмотрите отрывочек. Это другой мой хороший друг. Его зовут Ваня. Угу. Ваня, привет. У меня к тебе один срочный вопрос. Как думаешь, какая моя самая любимая вещь в гардеробе? Футболка и сено, о которой вы кусали знакомые. Дааа. Дааа. Урааа. Я тебе перезвоню. Дааа. 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 Давай. Слушай, круто. Насколько он уже тебя знает, что он даже сказал просто серое вырезать футболка. Дааа. Я хочу такого друга. Всё. Хочу такого друга. Моя фраза «Хочу себе такого друга», а вы ещё говорите, что желания не исполняются. Давай. Ване не нравится, что мои друзья. Нет, я шучу. Было ли такое, что хотелось семереть? Нет. У меня было такое. Но это очень плохо. Ну, конечно, это так было всё. Господи, Саш, ты что, явишься? Ну, нет, конечно, не суицид, не дай бог, нет. Это просто, типа, мысли просто. Господи, какой ужас, конечно, сложно. Купались с голышом? Купались, когда маленькие были. Года два назад купался с голышом. Где? В море. Чё ты там забыл? Прыгал с пирса, я боял, что у него, короче, какая-нибудь трюка эта. Ужас. А чё ты с пирса прыгал голым? Ну, я не вернулся на тебя, люди смотрят. Да, это была ночь. А, мыла. А ты боишься ночью купаться? Очень. Ты испугалась меня? И мои мальчики всякие голые планы. Нет, а если бы я тебя реально в грамме взял и упрыгнул просто по ночью? Я очень боюсь, но мы бы хотели в Сочи сделать. Ты бы очень испугалась? Да, не надо наделаться. Хорошо. Как и при каких целях вы познакомились? Я цитила. Как и при каких обстоятельствах вы познакомились? У меня просто встреча была проблема. В общем, было. Друзья, вы задаете вопрос, было или не было, потрясающе. Мы обознакомились на тусовке одной. Меня обознакомилась с ним Никита Тауст и Соня с Ликой. Да, но я её не помню. Звезда какая. Нет, помнит он меня. Я его не помню. Он мне рассказывал эту историю. Я же говорю, что я смешник. Чувствую, б***ь, это наш последний видос вместе, короче. Что ты делаешь с бумажкой? У нас потом не были отношения, я просто буду говорить, нет, я не буду с тобой сниматься. А я не буду с тобой сниматься. Вы говорили родителям, что пойдёте к подруге или другу, но шли к парню девушки. У меня нет, у меня очень доверительное отношение с родителями, поэтому я всегда говорила правду. Я тоже говорю правду. Потому что не ходила. Моя мама знает, что я сейчас просто б***ь живу у Саши. Моя не знает. Были невзаимные чувства. К кому? Друг другу? Ну я не знаю. А давай к друг другу. Что это за подстава? Было. Ванечка. Ну чё ты всё не так? Читаем следующий вопрос. Есть ли смысл? Уводил чью-то девушку. У меня не было. Я просто в порядке встречаюсь. Да, Ванечка, расскажи ей всё правду. У него нет соис. Он нам как-нибудь расскажет эту историю, если захочет. Куда ты вообще знаешь эту историю? Мне птичка нашептала. Саш, б***ь, не смей заставлять, пожалуйста. Ваня все вопросы про ***. Люди, мы всем очень интересны. Меня тоже кстати. Ну мне сейчас скажи. Нет. Только это камера, потому что, видишь камеру. Хорошо, господи, ты на меня выложил это куда-то? Да, конечно, я тебя знаю. Вань, выходи, дверь там, реально. Я, короче, когда такие ситуации, у меня начинают свистить губы. Он реально ушёл. Еще не придёт, я кинуть его тапка. Блин, это ВАСЬ. Давай было не было. Давай. Было только, что позорились перед большим количеством людей. Было. У меня нет. Я... Пукал. Нет, это у меня штаны порвались на уроке. Вот тут вот дырка была. И мне приходилось вот так сидеть. В доске, в доске... Вася, Наташин? Нет, нет. Голосовчик, слушай. А у тебя было? Не, ну понятно, было когда-то, но типа, ну на сцене, может быть, да нет. Это не было позором никогда. Было громкое рыгание в общественном месте. Нет. Фу! Нет, слушай, наверное, не было. Да было, ты представляешь. Было такое, что встречались с вами Дмитриенко. Вась, тебе вопрос. Думаю, мы сегодня виделись. Да. Да, Ванюк. Васюк. Я, кстати, путаю их все время. Васюк, Ванюк. Возьмите, Венена. Попридумывали себе. Я обещала кинуть себя тапком. Блин, не попало. Вернулся, вы представляете? А уже не надо. Смотри, у меня замена тут быстро нашлось. Сам пришел. Теперь я, Ванюк, отрывайся. Я даже не звала. Иди тиктоки снимай своими переходами. Где гитара? Ты Венера, я ее Питер. Скрой. Пожалуйста, ладку приедите. Было ли в песне в реальной жизни хайп? Как может быть хайп? Да, я хайпил. В песне в реальной жизни. Там может быть сценарий. В сценарии в песне в реальной жизни был. Хайпа не было. Да, я хайпил, когда салфетку мыл и сказал Диме. Тебе не нужно знать, как мои дела. Это был хайп. Вот в этом моменте. Это был хайп. Продолжаем рубрику «Было ли не было с Ваней Дмитриенко», потому что Ваня Дмитриенко пришел в себя, покушал и готов к бою. Еще мы отвечаем на несколько самых интересных вопросов и едем в секрет рубрике. Подожди, Саша. Не кажется или чего-то не хватает? Ребят, пожалуйста, скажите, что мы очень хорошо здесь смотрим все вместе. Ну просто, ну... Да, Саша! Пусть посмотрит. Ну, смотрите, они же уже видели. И что? Я просто тебя обнять хочу. Было ли такое? Было ли такое? Было ли такое? Сядь, помогай. Я же буду, помогаешься. Было ли такое, что это тошнило в очень людном месте? У меня три раза в жизни. Всего? Тошнило? Это не только не то слово. Ну, я плевал три раза в жизни. Нет, это тебе так будет легче. Три раз в жизни всего лишь? Да, я никогда вообще нигде не плеваю. У меня очень хороший вестибулярный аппарат. А мы отравились все в Таиланде и в этом прекрасном месте болели три дня. И она была так плохо. Общался с кем-то ради выгоды? Нет. Ха, было. Это же прямо сейчас происходит. На самом деле, друзья, это все хайп. Да какой хайп? Вот в том-то и дело, что все, что между нами происходит, для нее это хайп, а для меня это очень важно, и она этого не ценит. Для меня это не хайп. Дурак, Ваня. Все. Все, трава. Читали ли личные переписки? К сожалению, да, у меня было. Мне тоже было. Это нормально. Абсолютно я считаю. Это вообще не надо. Чьи-то переписки читать? Твоё любимое на лестнице. Нет, нет. Смотря переписки с кем? То есть я читал переписку мамину с моим папой. Ой, так нельзя. Я тоже, конечно, читала, но нельзя так. Вдруг у них какая личная там? Отправляют? Что? Какая личная обсуждают? Обсуждают. А я что сказал? Отправляют. Было ли неловко снимать сцену с поцелуем в песнях в реальной жизни? Было. Тебе не было? Ну, конечно, он целуется уже со всеми передцеловаться. Ну, типа, нет. Свои пятнадцать уже сто девушек. Здесь, кстати, что-то международное, что я тогда очень переживал за Сашу, потому что она переживала очень сильно. Нет, я не сильно переживала. Мне просто было, ну, знаете, как бы, я не часто целуюсь на камеру с кем-то не по любви. Это просто был первый опыт в моей жизни, когда такой киношный поцелуй. Я же уже просто целовался на камеру, и я уже, типа, знал, что это такое. Касаемо личных переписок, просто посмотрите, у него в руках мой телефон. Это просто не вопрос, ребят. А кто знает? Видите, я ему не разрешала брать. Он вообще такой мальчик, который просто сам себе ходил. Были ситуации, когда вам было страшно за свою жизнь. Короче, мы смотрели премьеру фильма «Лёд». Я весь фильм ревела. Я ни на каком фильме так не плакала, как на этом фильме. Там собралась просто вся российская элита. Остается до конца фильма тринадцать минут, я сижу вся в слезах. Меня слушаешь, что я рассказываю? Да, конечно. Фильм продолжается и начинается пип, пип, пип. Немедленно покинуть зал. Никто не понимает, все так смотрят друг на друга и думают, может быть это в фильме, но потом через несколько секунд доходит, что нет. Все встают, выходят и сразу какие у меня мысли, что блин, ну я не знаю, что это захватили кинотеатр. Там было, кстати, много наших родственников, близких людей. Короче, мы выходим, я уже просто кричу, смотрю и думаю, все, боже, я всех вас люблю, пожалуйста, умрем, но вместе. Я просто была готова уже к тому, что сейчас будет кошмар, шоу, берем Islam, ну короче мы потом выходим на выходе. Реально так и было, мне ужас. Смотрите, ну у меня просто была такая же херня, просто это ужас. И оказывается перегрелось оборудование, от того, что слишком много оборудования работало техники. Все, моя история закончилась. Ну, это, конечно, не одна, но это, наверное, самая яркая. А твоя? Недавно была история, когда я сел в такси, такси съехал 220 км в час в Москве ночью. Это очень было страшно, причем это Киариво, вот это вот просто мешок с орехами, который типа едет, типа ты едешь, он такой, типа весь трясется. Я говорю, типа, можно потише? Он говорит, тебя еще быстро не возили, еще быстро не начинай отъехать. Я думаю, все, как-то сейчас. Но я была ситуация, когда самолет чуть не упал. Да? Расскажи. Нет, я потом объясню, расскажу. Ладно. Операции у тебя, знаете, были? Были. У меня нет. Реально? Я руку ломал. Но у меня много чего было. Было такое, что вы просто друг друга видеть не могли. Я не знаю, как у тебя, но у меня не было, правда. Мы слишком мало еще знакомы, чтобы не хотеть друг друга видеть, поэтому не было. Ребята, всем спасибо за ваши просмотры, потому что если вы не будете смотреть, у нас не будет денег. Просто рек. Хватит, так нельзя говорить. Да ты что? Я же пошутил. Ребята, спасибо большое за просмотр. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал Саши, на мой канал, если, конечно, у вас добрая душа. Обязательно слушайте мои новые песни 36 и 6, Венера и Питер, Стерва, Сердечки. Да блин, ну хватит! Не следите за Сашиным каналом, чтобы не пропустить новый ролик с моим участием. Это самое важное из всех слов, которые он сказал, это было подпишите на канал Саши Айс. А еще, что я хочу вам сказать, это подпишитесь вот на этот инстаграм и вот на этот, потому что здесь каждый... Ай, блин, я уже палец не сломала. Каждый день у меня в сторис, происходит что-то интересное. У меня сейчас не так идёт, сколько у меня, поэтому если будете выбирать, кому переходить, переходите вот сюда. Вот это всё неправда была. Самое интересное происходит у меня в сторис, потому что я там сегодня, в Иградске, вот на момент выхода этого ролика, выставил фото, где мы с Сашей целуемся. Пойдём, быстро переходите. Да, конечно. Всем пока-пока! Пока-пока! А дай написать Венеру и Питер. Нет.